Добрый вечер, в эфире передача «Время вашего вопроса». Как отмечено в послании президента страны, экономический курс справедливого Казахстана, стратегическое значение сегодня имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы продолжаем обсуждать эту тему и сегодня поговорим о транспортном контроле, проблемах и перспективах развития данной отрасли. У нас в студии Жасулан Кайратович Жумашев, исполняющий обязанности руководителя отдела инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области. Здравствуйте. Напоминаю, что наша передача проходит в прямом эфире. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Звоните и задавайте свои вопросы. Перед транспортно-логистической отраслью в нынешнем послании президент страны поставил ряд задач. Она должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. Ваше ведомство осуществляет транспортный контроль за соблюдением транспортного законодательства на дорогах. То есть вы тоже в числе тех, кто будет выполнять эти задачи и какие приоритеты вы для себя уже обозначили? Верно подметили, конечно. Мы перед органом транспортного контроля обозначили уже основные приоритеты. Это у нас приоритет безопасности, это у нас защита жизни и здоровья людей в первую очередь. Это же у нас равенство прав физических и юридических лиц, которые оказывают в сфере транспорта услуги. Это у нас обеспечение свободы выбора услугам потребителей в сфере транспорта. Это у нас, конечно же, защита отечественных перевозчиков в международной арене. Это является основным из направлений приоритета органов транспортного контроля. Это довольно-таки большой круг задач вашего ведомства. Вообще реализация транспортно-логистического потенциала имеет стратегического значения. И, как отметил президент страны, мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. И прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, в Россию, в Центральную Азию и обратно. И вот в этом плане какая роль отводится транспортной инспекции? Да, это, конечно, Республика Казахстан имеет большой потенциал в этом направлении. В связи с этим, как министерством, так и комитетом проводится ряд мероприятий, крупные мероприятия, так скажем. Именно касается это нормативных правовых актов. В данное время у нас органы транспортного контроля, при проведении транспортного контроля поминутно расписано уже, за сколько время органы транспортного контроля обязаны проверить документы, производить взвешивание транспортного средства, что позволяет уменьшить остановок транспортного средства на постах транспортного контроля. Также комитетом проводится работа по автоматизации сферы именно транспортного контроля, касательно автоматизации прохождения транспортного контроля. Это внедрение интеллектуального транспортного системы, это внедрение автоматизированных станций измерений, которые позволят уже осуществлять данное мероприятие без остановки на постах транспортного контроля. Конечно, будут остановиться транспортные средства, но уже с нарушением конкретными точечная отработка пойдет. Также на данное время все государственные услуги, оказыванные органам транспортного контроля, полностью в электронный вид перешли. Это у нас получение специального разрешения на перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза, это у нас получение иностранных бланков разрешения, отдельных видов опасных грузов, это особо опасно, первые, шестые, седьмые классы опасности. Они полностью получаются в электронном варианте, не надо посещать госорган, подаете в электронном варианте. В течение двух дней специалисты обязаны рассмотреть и дать свой ответ. Также какие-либо согласования, также производится все в электронном формате. Есть специальная система электронной подачи заявления, через нее подается и, соответственно, уже перевозчики для своего удобства, создана такая ситуация для перевозчиков непосредственно. Также немало важно отметить, что сейчас в данный момент железнодорожные перевозки с Китая транзитно по территории, на территорию Республики Казахстан. В связи с этим в Министерстве КТЖ проводится немало работ. Это именно повышение пропускоспособности строительства, модернизации железнодорожной инфраструктуры. Что позволит, конечно же, этот потенциал вполне полном объеме воспользоваться. Ну и для выполнения задач послания, в том числе в транспортной сфере, создано отдельное министерство. Это Министерство транспорта. Вот на Ваш взгляд, насколько это повлияет на качество работы в этой сфере, на выполнение поставленных задач? Считаю, что это очень стратегически важный момент, именно развитие данного сферы транспортного контроля. Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития было очень много направлений. Теперь в данный момент соответствующие направления сузились. И выделены отдельные только сферы, которые касаются транспорта. Это железнодорожного, водного, автомобильного транспорта. Это у нас именно в области использованного воздушного пространства, это гражданская авиация, также автомобильные дороги. Это основные направления, которые будет курировать Министерство транспорта. Соответственно, все вопросы, возникшие в этой сфере, будут уже точно отрабатываться. И ждем положительных изменений, в принципе, полностью. Считаю, что данное решение стратегически очень важно было для Республики Казахстана. То есть временно, да, и очень нужно, и необходимо. Это прям назревало, так скажем, это решение. И считаю, что это положительно, так скажем, повлияет на сферу транспорта. Вот одна из проблем транспортной сферы, это высокий уровень коррупции. Об этом президент тоже сказал и обратил внимание на строительство автомобильных дорог. В вашей сфере тоже такие риски присутствуют. Какую работу вы ведете профилактическую, и как работаете по предупреждению подобных коррупционных рисков? Вопрос актуальный, так скажем. Профилактическая работа полностью ведется как и руководством инспекции транспортного контроля, так и комитетом, министерством. На данное время передвижные посты оснащены полностью видеокамерами, которые позволяют на 360 градусов наблюдать аудио-видеозаписи сотрудников транспортного контроля. И внутри поста также оснащена специальной камерой. Данные камеры ведутся в онлайн-режиме, запись. Также в комитете транспорта есть специальное управление, ситуационного центра называется, комитет транспорта. И в нем осуществляет непосредственно дежурный, который производит контроль за соблюдением именно правил организации постов, за действием сотрудников транспортного контроля. Также каждый сотрудник оснащен специальными видеожетонами, которые позволяют также в онлайн-режиме передать данные. Это не только на постах транспортного контроля, и при проведении контрольных мероприятий на железном дорожном, на водном транспорте и сфере хозяйственных субъектов, при проверках тоже обязан сотрудник транспортного контроля осуществлять видеозаписи от начала до конца данных мероприятий. Также на постах сейчас обновлено новое весовое оборудование. Это у нас MP8200K, который имеет такую возможность, что при прохождении весового контроля все показатели автоматически поступают в базу. Единый сервер базы есть. В эту базу также дежурный институционный центр имеет доступ полностью, в котором можно проанализировать именно госномер транспортного средства, весовые параметры, место проведения транспортного контроля и также соответствующие решения, которые принял сотрудник транспортного контроля. Также, в принципе, у руководства имеется доступ полностью, анализируют данные камеры, системы, мониторинг проводится ежедневный. Также хотелось бы отметить, что проводится профилактическая работа с уполномоченным органом. В этом направлении работа полностью ведется, в принципе, инспекции. То есть человеческий фактор вы свели к минимуму, да? То есть в основном все делает техника в автоматическом режиме. Ну и перейдем к основной деятельности транспортной инспекции. Вот основные направления вашей работы, цели и задачи, которые перед вами ставятся. Это, конечно, так. У нас основные направления органов транспортного контроля. Это является контрольное мероприятие на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте. Также оказание государственных услуг в сфере транспорта. Непосредственно это производится с помощью автомобильного транспорта, проверка хозяйств субъектов. Это передвижные посты транспортного контроля, которые ежедневно осуществляют контроль. На железнодорожном транспорте также осуществляется контроль с выездом, проверяются пассажирские поезда, субъекты в сфере железнодорожного транспорта. И на водном транспорте также осуществляется осмотр судна, в которых уже контрольные мероприятия установлены полностью, проверяются и осуществляются согласно компетенции. Вот передвижные посты транспортного контроля. Что они уполномочены проверять и какие меры могут применять к нарушителям? Передвижные посты транспортного контроля – это специальные автотранспортные средства, которые оснащены специально оборудованием, имуществом, согласно правилам оборганизации работы постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан. На данном посту уполномоченные лица, это должностные лица, осуществляют государственный транспортный контроль. Это, конечно же, в первую очередь весогабаритный контроль. Это контроль над разрешительной системой международного сообщения. Это у нас иностранных транспортных средств в основном. Перевозка опасного груза контролирует посты транспортного контроля. Также перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом. За соблюдением водителями режима труда и отдыха при осуществлении перевозок в международном сообщении, пассажирских перевозок и также опасных грузов. Основные функции вот эти являются. Где они у нас находятся? На каких трассах? И есть ли порядок передвижения? Правилами утверждена специальная карточка маршрута, которая ежедневно выдается руководителям отдела по направлению. На территории области в данный момент функционируют два передвижного поста. Один из них находится на автомобильной дороге Самара-Шамкент. Это у нас 244-249-й километр. Это специально утвержденный маршрут согласно технической рекламе Томоженного союза. Второй пост отшиляет по всем остальным направлениям. В основном по городу, по другим проблемным дорогам. Двух постов достаточно для нашего региона? Все-таки территория такая довольно-таки обширная. Или ожидается поступление нового еще одного передвижного транспортного пункта? Недавно только комитетом транспорта был закуплен новые передвижные посты транспортного контроля. Один из них выдали нашей инспекции. Это обновленные новые Mitsubishi L200, новые пикапы, которые соответствующие с правилами полностью оборудованы. И мущество соответствующие имеется. На данное время один пост дополнительно обновили мы. То есть в ближайшее время он появится уже? Да, на днях документы подготовятся соответствующие. Госномера получат транспортное средство. Недавно только прибыл. И выйдет уже на линию осуществлять контрольные мероприятия. Как Вы сказали, одно из частых нарушений – это несоблюдение режима труда и отдыха. Как такие нарушения фиксируются и какие меры в отношении водителей применяются? Да, часто совершаемое административное правонарушение – это несоблюдение водителями, игнорирование водителями, так скажем, даже режима труда и отдыха водителей. Это в первую очередь для безопасности движения, самопередочного процесса безопасность влияет. Засыпают водители. Сейчас ДТП совершает, не вовремя реагирует. Все это приводит к летальным исходам. И поэтому передвижными постами транспортного контроля осуществляется непосредственно у каждого грузового транспортного средства, или же пассажирский перевозок осуществляющий, или опасный грузовый транспортный средств должен иметь специальное оборудование, называется тахограф. Данное оборудование фиксирует работу у данного водителя, на какое время, сколько отработано было, сколько отдыхал, сколько отстоя было. Сотрудник транспортного контроля имеет специальное оборудование, которое может считывать информацию с тахографа, специальная карта инспекторская. После того, как информация скачивается с данного оборудования, с тахографа, на ноутбуке инспектору уже полностью видна вся картина деятельности данного водителя за последние 28 дней. После чего в случае выявления нарушения составляется административный протокол по статье 572, часть 2 кодекса административного правонарушения. Если в случае у водителя отсутствует тахограф, или же карточка водителя отсутствует, грубейшие нарушения, которые являются, тогда транспортное средство выдворяется на спецстоянку. Тогда уже возбуждается часть 1 кодекса административного правонарушения, 572 статьи. И после устранения только всех неполадок, которые выявил сотрудник транспортного контроля, транспортное средство может дальше проследовать по пути. Ну вот мы поговорили о цифровизации в вашей сфере, да? Вы сказали, что используете видеожетоны. Еще какие современные средства используют в своей работе транспортные инспекторы? На данный момент у нас современные видеожетоны имеются, весовой оборудование, как я ранее говорил. Также имеется специальное программное обеспечение с оборудованием АПТАК, это у нас считывание информации тахографа. Также имеется интеллектуальная транспортная система, которая наподобие как у правоохранительных органов, ураган, считывает информацию по госномеру транспортного средства и в случае выявления нарушения указывает сотруднику, что надо необходимо остановить данное транспортное средство. В основном часто выявляем нарушение по ИТС, это является несублюдение именно весовые параметры, габаритные параметры транспортного средства. В нашей области, конечно, нету, но в других областях есть специально автоматизированные арки, которые выявляют именно превышение весовых параметров, потом автоматически выдают эти данные в ИТС. А с ИТС уже сотрудник транспортного контроля видит, что у данного транспортного средства имеется нарушение, останавливает и контрольное извешивание проводит. В случае подтверждения транспортного средства выдворяется на спецстоянку. Также данным оборудованием часто выявляется правонарушение неуплаты за платную автомобильную дорогу. Согласно законодательства Республики Казахстан об автомобильных дорогах, услугополучатель, именно водитель транспортного средства, владелец транспортного средства, обязан в течение 7 суток оплатить услугу за платную дорогу. Часто данные нормы игнорируются, в связи с этим транспортные средства штрафуются, привлекаются к административной ответственности. В перспективе планируют интегрировать вашу систему, систему СЕРГЕК. Как это повлияет в дальнейшем на работу транспортной инспекции? К комитетам данная программа, проект разрабатывается полностью. В дальнейшем весь документ оборот, который в сфере транспорта именно, это путевые листы, товаро-транспортные, накладные, все остальные документы ошлятся будут посредством в онлайн-режиме. Соответственно, каждое транспортное средство, грузовое транспортное средство, перед выездом на автомобильную дорогу, должен иметь путевые листы, товаро-транспортные, накладные в обязательном порядке. В случае нерегистрации в данной базе данных, СЕРГЕК уже будет определять, что отсутствует у данного транспортного средства какие-либо документы, и в связи с этим уже автоматически направляться уведомление о нарушении штрафа. То есть это облегчит и вам работу, и в то же время будет дисциплинировать водителей? Да, разумеется, конечно, это намного круг обзора уменьшит. Ну и вопрос такой актуальный. Вот сейчас по городу часто можно увидеть большегрузы, наверняка это связано с ремонтом. И есть такие жалобы, что большегрузы разбивают дороги, которые недавно отремонтировали. Какие меры предпринимаются вами в отношении таких нарушителей? Да, конечно, вопрос очень актуальный. На данное время сейчас летний сезон, строительство непосредственно автомобильных дорог, строительство, так скажем, разных объектов, школ, дома строятся в этот сезон, как карьеры в полном объеме работают. Соответствующие меры принимаются органы транспортного контроля. За текущий период, это за 8 месяцев органами транспортного контроля, за превышение весовых параметров привлечено было 50 перевозчиков на общую сумму 22 миллиона тенге. Также у нас есть еще одна ответственность. Это не только перевозчик привлекается к административной ответственности. В случае выявления такого факта, именно превышения весового или габаритного параметра, у нас и грузоотправитель привлекается к административной ответственности. Это, соответственно, перед тем, как загружать груз, грузоотправитель обязан удостоверить, что весовые и габаритные параметры все соответствуют, и после этого выпускать транспортное средство на автомобильную дорогу. В случае, если выявляется такой факт, тогда грузоотправитель привлекается по статье 571, частью 9 Кодекса административных правонарушений. Там штраф уже варьируется около 70 тысяч до 345 тысяч ченге. А перевозчику тут, конечно, ответственность побольше, так как он осуществляет непосредственно проезд, тут уже от 138 тысяч до 345 тысяч может перевозчик понести, так скажем, ущерб административный штраф организации. Там штраф, конечно, варьируется от суммы нагрузки, так скажем, какую нагрузку определен был при взвешивании транспортного средства. Это у нас от 5 тонн, с 5 до 10 тонн и более 10 тонн. И, соответственно, по субъектам предпринимательства. Соответственно, чем категория выше субъекта предпринимательства, тем ответственность выше у нас будет. В целом, большегрузы у нас передвигаются по городу. Да, это, ну, каждое транспортное средство, мы не можем сказать, что это перегружено, и так далее. Это уже фактически взвешивание показывает, так скажем, какие параметры у данного транспортного средства, и сколько превышает, и какой административный штраф возлагается на данное транспортное средство. Также хотелось бы отметить, что в случае выявления такого факта перевозчик понесет еще один, так скажем, административное воздействие, это уплата сбора за проезд. Есть специальная кодексом утвержденная норма, согласно которой перевозчик будет обязан выплатить ущерб, который он нанес на дорожную полотну. Это зависит, опять же, от нагрузок, и сумма, так скажем, неограниченная. Чем больше превышение, тем больше километра, тем больше оплачивает перевозчик. Понятно. Ну, нарушение легче предупредить, наверное, да? Вот какая профилактическая работа проводится вами, чтобы в будущем водители меньше совершали таких нарушений? Да, профилактика, это, конечно, в первую очередь. У нас, в принципе, сейчас в предпринимательском кодексе внесли кое-какие изменения, которые облегчат работу предпринимателям и, в принципе, сотрудников государственного органа на контроль надзорную функцию, которую осуществляют. Это у нас профилактический контроль без посещения субъекта контроль надзора. Соответственно, уполномоченное должностное лицо имеет право осуществлять не реже один раз в год соответствующие контрольные мероприятия, анализирует все базы данных, запросы, все информацию полностью собирает о субъекте предпринимательства. После этого в случае выявления нарушений со стороны данного субъекта выписывает рекомендацию на данного субъекта предпринимательства об устранении нарушений, указывает конкретные факты нарушений и дает срок установленный законодательный республик Казахстан для устранения данного нарушения. В случае устранения нарушения рекомендация считается исполненной в законные сроки и на этом проверка заканчивается. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения или игнорирования требований государственного органа должностное лицо имеет право на следующие полугодия поставить данные субъекта предпринимательства на профилактический контроль уже с посещением субъекта контроля надзора. Уже наглядно выявляя данные нарушения должностное лицо выдает уже не рекомендацию, а предписание об устранении нарушений. Если в срок не устраняется данное нарушение, тогда уже составляется административный штраф, материал направляется уже в суд для рассмотрения. Там административный штраф варьируется до 500 месячных расчетных показателей, тут почти 1 700 000, более 1 700 000, и даже возможно с приостановлением деятельности. В принципе, профилактика в направлении именно в сфере транспорта, это у нас, конечно же, разъяснительные работы полностью проводятся. У нас вот с подрядными организациями постоянно проводим разъяснительные работы, что недопущение с перегрузом выезжать на автомобильной дороге. С карьерами, которые загружают грузы и отправляют, тоже проводится профилактическая работа, что не допускали такой перегруз, что дальнейшим может плохо повлиять на автомобильной дороге. В целом, в принципе, вот такая вот работа ведется у нас. Ну, кроме автомобильного транспорта, да, вы еще осуществляете транспортный контроль на железнодорожном транспорте. Вот здесь какие нарушения зачастую выявляют ваши специалисты? Да, железнодорожный транспорт, у нас, в принципе, осуществляется профилактический контроль, как я ранее говорил, у нас административная нагрузка уменьшилась намного на субъекты предпринимательства. В этом году было проведено профилактический контроль без посещения объекта-субъекта 20 проверок в отношении предпринимателей в сфере железнодорожного транспорта. Все рекомендации, ранее направленные полностью с субъектом предпринимательства, устранены. Это, конечно, очень хороший показатель, что добросовестность и отношение к работе, так скажем. Также осуществляются проверки непосредственно по обращениям. Это у нас бывают поступившие обращения от других органов, правоохранительных органов или же от физических и юридических лиц. Также бывают проверки на линии. Это у нас осуществляется пассажирский поезда, проверяется органами транспортного контроля. Зачастую у нас именно по нарушениям экипировка не соответствует подвижного состава согласно требованию. Элементарные вещи это у нас ёршики, так скажем, мылы, предметы гигиены. Что, допустим, постель без даты, без нумерации даты, так скажем. Также безбилетные провозы иногда встречается этот факт. Сейчас в данный момент, конечно, всё это уже электронно обновлено, всё полностью электронно обилетировано идёт. В связи с этим наимолее меньше встречается данная ситуация. Часто вот такие нарушения у нас. Потом одно из нарушений, хотелось бы отметить, что ветвые владельцы, это у нас тупики юридических лиц, часто в неудовлетворительном состоянии содержат свои подъездные пути. Это у нас несоответствие техническому состоянию, именно расстояние между рельсами. Ну и вкратце немножко о водном транспорте. Здесь какие нарушения встречаются? У нас осталось совсем немного времени до окончания эфира. Буквально тезисно. На водном транспорте часто встречаемые нарушения у нас, в первую очередь, управление транспортным средством без спа-жилета. Это часто встречаемые нарушения, также без соответствующего документа на управление данного водного транспорта. Или же часто ещё одно нарушение, это у нас, так скажем, не зарегистрировано в условном порядке водные транспорты. Вот часто встречаемые нарушения у нас вот эти являются. Ну и вот до 20 августа нужно было заменить документы допуска к международным автоперевозкам. Какие ещё изменения новшества? Буквально самые важные, самые главные. Вкратце. Да, вы правильно заметили. До 20 августа 2023 года должны были все перевозчики обновить свои карточки допуски. к осуществлению международных автомобильных перевозок. Это решение, так скажем, исключить недопросовестных перевозчиков с этого рынка. В принципе, по новым обновлениям, по законодательному нормативному праву акта, сейчас в данный момент с этого года внедрена закон об автомобильных дорогах, изменения. В этом году дополнилась редакция именно касаемо полномочий местных исполнительных органов и Казахавтожол. В полномочиях Казахавтожол и местных исполнительных органов перешло именно строительство автоматизированных станций измерения и обслуживание данных измерений. Со следующего года уже местные исполнительные органы имеют право на своих автомобильных дорогах, уже устанавливать данные оборудования. А на республиканской дорогах Казахавтожо уже с 1 марта имеет право уже устанавливать данные оборудования, что позволит, конечно, в хорошем состоянии держать автомобильные дороги. Также уже органы транспортного контроля будут отрабатывать уже конкретные направления, в которых уже данные оборудования отсутствуют. Спасибо вам, что приняли участие в прямом эфире. Напоминаю телезрителям, что это была передача «Время вашего вопроса». Наша программа продолжается. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.